Зима близко. В квартире пенсионера Анатолия Георгиевича она наступила внезапно в минувшие выходные. Просто резко похолодало. Проверил батареи ледяные. Мужчине, который сейчас все время проводит дома из-за перелома ноги, спрятаться от стужи было некуда. Температура воздуха в квартире упала до 10 градусов. Как и казалось, батареи остыли по всему стояку. Без тепла остались порядка 20 квартир. Жильцы бросились обрывать телефоны управляющей компании. Коммунальщики сразу же выехали на место. Установить причину в данном случае не составило труда. Спустились в подвал на предмет аварийности. У нас все в порядке было. И стали проверять по стоякам. Оказалось, в одной из квартир по кухонному стояку была перекрыта труба на радиаторах краны. По этой трубе тепло расходится по всему дому. Напор специалисты проверяют одним движением руки. В день проверки напора в трубах не было совсем. Это значит, где-то в системе заглушка. Горячая вода стоит, вместо того, чтобы циркулировать по трубам отопления. Такое случается, когда батареи в квартирах устанавливают с нарушениями. Кому-то жарко. И они перекрывают на своих радиаторах краны. Но между радиаторами должна быть перемычка. Как хоть кто-то из специалистов их не ставит просто-напросто. И вот нарушают циркуляцию. Вот только вычислить собственника, который перекрыл отопление половине дома, проблематично. Обходить все квартиры бесполезно. Кого-то из собственников нет дома. Кто-то не открывает. Управляющей компанией остается только написать объявление и надеяться на сознательность граждан. Обратиться, чтобы аккуратнее. Понимать надо людей других. Сейчас вот оставили 20 квартир без отопления 3 дня. И спальня была без отопления, и кухня. Страдали дети маленькие страдают. Пожилые люди. Эта история разрешилась благополучно. Видимо, прочитав объявление, сосед открыл заглушку. Ледниковый период продлился всего 3 дня. В доме снова тепло. Но с приближением весны, рассказывают специалисты, такие проблемы возникают все чаще. А воздействовать на собственников квартир нечем. Кроме как увещеваниями. Заботясь о своем комфорте, не забывать о соседях. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.